Медиагруппа «Авангард» представляет Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вся наша деятельность с вами как специалистов в области защиты информации направлена на то, чтобы инцидентов не происходило. Но они, конечно, происходят, и в этот момент критически важным является правильное проведение мероприятий по реагированию. Здесь ошибки зачастую приводят к многократному усложнению задачи изгнания злоумышленника из инфраструктуры, многократному увеличению ущерба. Как этого избежать, какие мероприятия проводить, какие средства использовать, какие технологии и процессы применять, мы сегодня и хотим обсудить в рамках нашей секции. И для первого выступления я приглашаю специалиста компании Positive Technologies Дениса Гайденко с докладом о основных ошибках. При реагировании инцидентов. Доклад не особо технический. Больше, наверное, каких-то организационных вещей. Может быть, какие-то моменты на поговорить, на подумать, на какую-то проработку, может быть, дальнейшей стратегии к действию. Меня зовут Гайденко Денис. Мы занимаемся с командой в Positive Technologies реагированием и расследованием компьютерных инцидентов, инцидентов информационной безопасности. Работаем в полях. То есть, если что-то у кого-то случилось, выезжаем и пытаемся помочь. Итак, давайте сразу приступим. У нас всего лишь, получается, 20 минут. Есть топ-5 ошибок. С какими же все-таки обычно сталкиваемся у наших заказчиков? Какие делают ошибки заказчики? Может быть, когда-то делали и мы. Сейчас мы как бы стараемся учиться тоже на своих ошибках. Итак, первая ошибка, которую я выделил, это, наверное, такой комплекс ошибок реагирования на все подряд. То есть, когда в двух словах, когда безопасник пытается отреагировать абсолютно на все инциденты, он видит все инциденты в своих средствах защиты и пытается все раскрутить. Каждый там. Это будет и спам, там будут какие-то вердикты антивируса на, допустим, кей-ген какого-то там софта и прочее. То есть, вот каждый инцидент, вот эти пачки инцидентов пытаются раскрутить. На это уходит очень большое количество времени. У секретарши выключился компьютер. Тоже такой интересный кейс, когда мы приезжаем, говорим, что же у вас случилось, а вот у секретарши выключился компьютер. Ну, как бы, ну и что? Ну, выключился. Он никогда не выключался. Вот. Ну, всякое бывает. Ну и что дальше? Вот. То есть, ребята посмотрели логи и увидели то, что ночью было сетевое соединение под учеткой администратора с административного компьютера. То есть, ну, наверное, какой-то это был софт, да, то есть по мониторингу, по проверке доступности узлов, что-то такое. Ну, примерно так это и оказалось. Соответственно, люди просто не знали, что у них в инфраструктуре происходит. Дальше вердикты антивируса тоже, это я уже говорил. Попытки авторизации на узле под различными привилегированными учетными записями. Что тут имеется в виду? Допустим, если у вас есть какой-то софт, который вы когда-то завели на, ну, что-то он делает под административную учетную записью, потом отключили эту учетную запись, может быть, поменяли пароль, и тут у вас посыпались массовые там отказы в авторизации, да. И это сразу выглядит как что-то такое мощное, подозрительное. Это сразу там может быть brute force, еще что-то прибегают, а тут оказывается просто какой-то софт, который просто где-то не учли и не знали или забыли о его существовании. Прошлогодний пентест, тоже частая история. Приходим, раскручиваем, оказывается, блин, в прошлом году был пентест, а вот отчет, а вот такой-то узел, вот участвовал в пентесте, да, здесь пытались что-то там через Mimicat сделать. Хос начал стучаться на нестандартный порт, но это тоже когда какие-то, ну, допустим, это разработчики сделали какую-то тестовую инфраструктуру, прокинули себе какие-то там нестандартные порты, а для вас это в новинку, вы видите, начинаете это все раскручивать, реагировать и паниковать. Чем грозит то, что мы потратим кучу ресурсов на то, что мы делаем абсолютно какие-то вещи, которые ни к чему не приводят, и можем что-то важное пропустить. Хотя в это время могли как-то поизучать что-то полезное и поизучать свою инфраструктуру. Ну и журналы как бы тоже перезапишутся, и потом если что-то случится, то, что вы пропустили, уже как бы будет не найти. Ну, при условии, конечно, что у вас логирование не настроено, то, что у вас нету три года хранения логов и прочего, я думаю, у всех же хранится три года. Так, дальше причины. Отсутствие знаний о контролируемой инфраструктуре. То есть эта причина, она проходит вообще сквозь всю презентацию на самом деле. То есть именно отсутствие знаний является причиной каких-то таких вот непонятных действий и неэффективного реагирования и расследования инцидентов. Отсутствие знаний о бизнес-процессах. То есть это некая такая абстракция повыше. То есть сначала контролируемую инфраструктуру мы изучаем, то есть где какие узлы, потом какой софт, как все эти узлы между собой связаны. То есть как группа узлов представляет из себя какой-то бизнес-процесс и обеспечивает его. Ну, соответственно, даже входят и люди, которые имеют права доступа к тому или иному бизнес-процессу. Это тоже очень важно учитывать. Недопустимые события неопределены. Это когда приходим и говорим о том, что что защищать, что может хакер украсть в вашей инфраструктуре, что плохого может сделать. То есть тоже часто очень не слышим сразу ответа. То есть люди просто не знают, что защищать. Это тоже очень важно. Неправильная настройка среды защиты, логирование систем. Ну, это то, что делается на этапе внедрения. Ну, не всегда как бы должным образом. Опять же туда входит и покрытие, и определенная какая-то донастройка систем, тем, чтобы системы защиты выдавали только то, что нужно, и не более. Что делать? Управлять активами, внедрять систему по управлению активами, управлять уязвимостями обязательно, чтобы знать, где какие слабые узлы есть, чтобы больше внимания им уделять. Ну, допустим, если нет вариантов как-то прокачать этот узел, может быть, какой-то спецсофт стоит на старой операционной системе, и невозможно ничего с ним сделать, как-то проапгрейдить. Определить то, что мы защищаем, это также позволит реагировать только на то, что нужно в данный момент времени. Так, исследование нормального поведения систем – это такой процесс, когда вы сначала изучаете, что у вас происходит в инфраструктуре, и потом на этом фоне вы прекрасно, хорошо очень видите что-то, какие-то отклонения от нормы. Опять же, в том же мониторинге, в Сиеме. То есть, если вы никогда туда не смотрели до этого, что-то автоматическое, ну, то есть таких средств пока немного, они не особо распространены, которые что-то автоматически блокируют. И внедрение в Trade Intelligence, MLR Detection Command, которые помогут больше знать об инциденте и сделать это очень быстро и эффективно. Также полезно знать, что творится в открытых источниках, например, те же информации о экченжах, да, то есть об уязвимостях в экченже тоже очень полезно. Если вы знаете, что такая уязвимость существует, значит, для вас это триггер такой к прокачиванию своих систем. Следующая ошибка, группа ошибок, да, это не та область поражения. То есть, что имеется в виду, когда неправильно определяется скоуп поражения, область поражения, не все узлы выявились, не посмотрели какие-то другие источники с других средств защиты, и то есть не полностью локализовали инцидент. Определили по рассылке на ДПУС. Тут что имеется в виду, это когда, допустим, проходит какая-то рассылка с вредоносом, который направлен, ну, в нем зашит, допустим, определенную уязвимость, которая действует на какую-то группу операционных систем, допустим, старых Windows-систем. Вот, и вы смотрите, ну, как бы у нас есть что-то, наверное, но основная масса у нас, систем, ну, новые, да, там, относительно, там, те же какие-то десятки, там, Windows, все пропатчено, все хорошо, но есть какой-то скоп, вы не обращайте на это внимания. Это тоже надо обращать внимание, потому что, как правило, на хакер идут именно туда, где у вас инфраструктура более слабая. Чем грозит? Инцидент не будет ликвидирован, и атака продолжится, либо хакер затаится и продолжит свои действия уже, может быть, позже, с изменением своих техник и тактик. Причины незнания техник, тактик, процедур, то есть незнание, как вообще бывает все это в жизни, да, то есть неполнота знания о своей инфраструктуре, опять же, то же самое, что и было в прошлой ошибке, то есть если мы знаем, что у нас в инфраструктуре хорошо, то мы прекрасно увидим очень быстро, что есть плохо. Неправильная настройка СЗИ тоже уже была, асинт тоже уже была, смотрим открытые источники, и ловим оттуда триггеры, которые позволяют нам более эффективно, быстро реагировать своевременно на какие-либо новые угрозы. И отсутствие знания об инструментарии злоумышленников, также это очень важно, если удалось замапить тот или иной софт злоумышленников на какую-то хакерскую группировку, автоматически обогащается знание о еще возможных тулкитах, которые применяют хакеры, и можем поискать эти тулкиты тоже, то есть у себя в инфраструктуре. Что делать? Комплексно подходить к анализу инцидента, то есть не просто блокировать, это не бинарная такая работа, когда мы взяли, заблокировали, Касперский у нас там все заблокировал, он молодец, антивирусы, любые какие-то средства защиты, IDES, все сработало, и мы на этом успокоились. Нет, нужно посмотреть, понять, что это за контекст, углубиться в эту атаку и посмотреть, проанализировать все. То есть это все начиная от комплексного анализа тех же вредоносов. Анализ сырых данных по необходимости, вот сырые данные, это тоже очень важный момент, тут недавно столкнулись со средством защиты, озвучивать не буду, но интерфейс не предоставлял всех данных. Мы залезли там на операционку этого средства защиты и вынули из базы алерты, которые были за все время существования этой средства защиты, где-то там за полтора года. То есть алерты сохранились сами, но сырые данные, которые, в общем-то, стриггерили этот алерт, они хранятся там что-то порядка месяца, наверное. Ну и, соответственно, получается, за полтора года у нас полностью исторические данные. То есть иногда полезно вот так вот по ресерче что-то углубиться в какое-то средство защиты, посмотреть, что оно еще может дать нам. Тюнинг СЗИ уже было, внедрение было, оперативное написание сигнатуры при расследовании. Когда у нас есть какие-то вредоносцы, мы можем быстро… Ну, какие-то, может быть, малоизвестные или неизвестные, на которых еще не написаны антивирусные сигнатуры или средства там в VDS или там в NextGen что-нибудь. То есть мы берем просто обычную Яру, пишем быстро правила и прогоняем по всей инфраструктуре, а где же еще такое может быть. Яра будет, конечно, сырая. То есть будут, конечно, ложные срабатывания, но нам нужно просто найти максимальное количество сэмплов, ну, примерно похожих. Ну и тогда как бы скоп будет более полный. Неполный анализ. То есть это когда проводится неполный, некомплексный анализ всей инфраструктуры, когда что-то действительно серьезное произошло. То есть это, опять же, коррелирует с тем, что говорил ранее. Не нашли всех адресатов вредоносных рассылок. То есть рассылка пришла, что-то заблокировано, но, допустим, просмотрели, прореагировали не на все детекты вот этой вредоносной рассылки, которые, опять же, нужно как бы классифицировать. То есть это есть не обычный спам, а спам, как бы направленный на вас, да, таргетированная атака. Не нашли всех модификаций вредоносных программного обеспечения. Как раз то, что позволяет сделать Red Intelligence. Не нашли другие управляющие серверы. Опять же, это у нас все к TI, то есть к вопросу, а нужен ли нам Red Intelligence, не нужен. Но как бы вопрос, как получить остальные сэмплы, остальные модификации этих сэмплов, где зашиты другие управляющие сервера, как не через Red Intelligence. То есть нет никакой компании, ни одной компании, которая хранит в себе все там вредоносные серверы. То есть надо посмотреть, поисследовать, что творится в открытых источниках. И анализ не всех узлов. Опять же, то есть когда анализируются не все узлы, здесь, я думаю, понятно. Чем грозит? Атака продолжится, либо прекратится, либо будут какие-то неожиданные действия злоумышленников. Ну, например, просто возьмут, как бы все пошифруют. Тут даже не знаю, что страшнее. Наверное, все пошифруют. Самый очевидный такой ущерб, когда работа полностью встала. Причины отсутствия инструментов. То есть когда... Ну, отсутствие инструментов, нет инструментов. Либо они есть, либо их нет. Так, незнание инфраструктуры, опять же, уже было. Тоже важный момент, когда инфраструктуру... Ну, мы знаем, что внутри творится. Когда не знаем техники тактики, нет информации из внешних источников, и тогда неправильная настройка средств защиты и средств лагирования. Когда все сделано, настроено недолжным образом, когда у нас избыток какой-то информации, опять же, в этом легко запутаться и пропустить что-то важное. Что делать с этим? Нужны хорошие инструменты. Нужно мониторить эти инструменты, тюнить. Опять же, мониторить тоже очень важно. Пока человек еще нужен для мониторинга. Тут даже вот у нас были случаи, когда просто на входе нам сообщали администраторы систем, то что вот создался какой-то администратор системы, которого никто не создавал, да, то есть легитимно. Вот администратор смотрел туда, он это увидел, он сообщил и предотвратили такую комплексную атаку, которая проводилась на территории всей Российской Федерации. Она была распределенная. То есть был фишинг через социальные сети, через мессенджеры. Вот она была как бы комплексной. Ну вот спасибо администратору системы. Получение информации из внешних источников было, управление активами было, понимание нормального состояния тоже и полный анализ. Так, поспешные действия, когда перезагрузили, запустили антивирус, блокировали каналы. То есть вообще, почему не нужно предпринимать поспешные действия, нужно просто сесть, посмотреть, что же вообще сначала, понять, что происходит и в каком объеме. Если быстро что-то предпринять, то можно сподвигнуть хакеров на какие-то неадекватные действия и как бы возможно, что вас пошифруют. Чем грозит, это я уже рассказал, причины. Ну паника, паника, то есть как бы смысла паниковать нет. Уже все, что могло случиться, уже произошло. То есть нужно посмотреть, сесть, проанализировать и делать какие-то выводы и двигаться дальше. Опять же непонимание бизнес-процессов тоже важный момент. Вначале, по-моему, говорил про него. Отсутствие плана действий. А, кстати, да, вот важный момент. Отсутствие плана действий. Когда вы реагируете постоянно, у вас уже есть определенный какой-то перечень мероприятий. И особенно если реагируете на одной инфраструктуре, то есть это все хорошо бы как-то задокументировать, чтобы потом не думать, что делать. Опять же, поможет знание своей инфраструктуры и своих бизнес-процессов. Ну и что делать? Не паниковать. Комплексно подходить к инциденту, планировать мероприятия по реагированию, внедрять, тюнить. Отсутствие выводов. Пример отсутствия выводов видите на экране. Чем грозит? Инцидент может повториться, если выводы не сделаны, индикаторы не написаны, средства защиты не прокачаны, инфраструктура не прокачана. То есть и атака повторится или продолжится. Причина. Отсутствие понимания необходимости. Но, думаю, здесь все понимают необходимости в этом, в том, что выводы нужно делать. Соответственно, отсутствие времени, что зачастую, в общем-то, является причиной. Что делать? Делать выводы, подводить итоги, писать индикаторы, оценивать работу команды. И давать рекомендации по апгрейду той инфраструктуры, в которой вы работаете, в которой вы защищаете. Матрица Митра. Игорь, специально. Вот матрица Митра. Защитнику нужно защитить вот это вот все. Ну, по-хорошему, да? Везде там сенсоры расставить, вот это все как бы покрыть. Это идеальная инфраструктура. Есть у кого-то такая инфраструктура, которая все покрывает? Наверное, нету. А это мы развернули все. Тут еще больше получилось. Там можно развернуть, да. Это все тоже надо защитить. А это то, что надо сделать хакеру, чтобы пройти, да, вот. Хорошо видно. Митра Матрица очень полезна. То есть, видите, можно увидеть, как прошел хакер. Вот. И суть-то в чем? В том, что нам нужно защитить вот это все и не допустить хакера, которому достаточно выбрать только один путь. А к чему это все? А к тому, что если у вас порядок в инфраструктуре, вы знаете, что где лежит, на каком месте, если что-то куда-то передвинулось, вы очень хорошо это заметите. Но опять же, если будете смотреть туда. Ну и выводы. Представлены на экране. И я закончил. Спасибо, Денис. Пару вопросов, может быть, задам от себя. Первый вопрос, наверное, топ-5 ошибок. А можно ли, вот, по-честному, научиться на чужих ошибках? Если посмотреть твой доклад, доклад любой другой, вот те ошибки, которые мы делаем при реагировании, можно ли научиться на чужих ошибках? Или все-таки надо через это пройти и набить шишки самому? Можно и за это научить курить, я так думаю. То есть, мне кажется, вообще все возможно, только нужно подходить к этому комплексно и анализировать. Очень много сейчас материалов есть в открытых источниках, которые позволят научиться. То есть, очень много инструментария. Сейчас есть замечательные песочницы. То есть, было время, когда вообще информации никакой не было. Сейчас, как бы, бери, не хочу. Я думаю, не то, что можно, мне кажется, нужно учиться на чужих ошибках. Это очень полезная практика. Ну и набивать шишки самому, конечно, тоже. И отсюда следующий вопрос. Если представить себе аналитика СОК, то есть он крутится в достаточно жесткой рутине конкретных задач, и в какой-то момент ему нужно умудриться остановиться, во-первых, найти время прочитать и освоить все те материалы, которые есть, во-вторых, каким-то образом переосмыслить свое поведение, по сути, совершенствоваться. Вот как найти с точки зрения… Ну, опять же, вот есть подразделение, СОК все крутятся в этой рутине. Как найти или, может, какое-то упражнение или практика, которое вы применяете для того, чтобы остановиться и выделить какой-то пул времени на осмысление своей работы, а не на просто вот как заяц, который не курит, надеюсь? У нас просто… Ну, у нашего подразделения работа проектная. То есть есть иногда у нас там 3-4 проекта подряд, иногда мы отдыхаем. Вот. Есть что делать ребятам, которые… Наверное, вопрос про СОКовцев, которые постоянно на одной инфраструктуре. Я думаю, лучше автоматизировать то, что ты делаешь. Чем лучше ты это автоматизируешь, тем больше у тебя будет свободного времени, когда ты будешь спокойно дышать и прокачиваться, читать что-то новое. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы из зала? У меня вот вопрос к тебе, как к человеку, занимающемуся расследованием и реагированием. Вот сам по себе случай выключения системы стоит раскручивать как инцидент? Или здесь на слайде было именно упор на то, что это секретарь, и это не ключевая какая-то бизнес-система? Тут упор на то… Да, я понял вопрос. Спасибо за вопрос. На слайде это была как бы указана как ошибка. Это не причина реагировать. Отключение, выключение компьютера. То есть просто приходишь на работу, и компьютер выключен. Ну там что угодно могло быть, то есть вряд ли хакер специально взял и выключил твой компьютер. Может такое быть, конечно, но вероятность этого маленькая. А тут прямо это было триггером к тому, чтобы нас позвать, чтобы мы приехали и начали разбираться в этом инциденте. Вот. В общем, нужно самостоятельно решать такие вопросы, а не звать коллег, я так понял, да? Решать их нужно, потому что мало ли почему выключилось. Спасибо большое, Денис. Да, спасибо большое. Спасибо. Коллеги, добрый день. Меня зовут Аскерджи Мерзе. Я из команды JSOXERT. Мы занимаемся расследованием инцидентов, реагированием, также анализом. Вредоносного ПО, а также помогаем нашему соку повышать качество детектов. Сегодня я сосредоточусь на конкретных случаях из практики. Немножко про уязвимости, немножко про вредоносы, которые мы встречали при реагировании. Ну, также чуть-чуть статистики, но совсем чуть-чуть. И начнем с уязвимостей. В этом году у нас несколько было инцидентов с уязвимостями 2021 года. Например, с 40-го вебоджиком уже через месяц после публикации был инцидент боевой. С конфлюенсом и с Microsoft Office через неделю, что уже как бы поменьше, но в принципе хватает для каких-то адекватных мер. Пропатчиться, придумать, как это детектировать и так далее. И проксиологон у нас в топе 2021 года по количеству инцидентов. Вот справа я написал распределение. То есть три инцидента у нас были после выхода патчей, когда все уже все знали, ну, кроме тех, кого взломали, конечно же. Двое выявлены после, но расследование показало, что эксплуатация была до всего этого дела, до публикации информации. А два, в принципе, были уже и выявлены, и совершены до публикации какой-либо информации. Вообще, если вспомнить какие-то известные уязвимости в продуктах Microsoft, то вспоминаются вот четыре, которые внизу. Из них первые две, Ternal Blue и уязвимость в редакторе формулы, они с нами на очень долго. Наверное, в 2050-м мы еще будем с ними сталкиваться. Вот Blue Keep, как ни странно, ну, видимо, все испугались и вовремя все сделали. Он нам вообще ни разу не встречался в инцидентах. А вот Proxy Shell, ну, как бы Proxy Shell с нами тоже, видимо, надолго еще будет оставаться. По ВПО статистика у нас какая-то вот такая за год. Тут отмечу, что эта статистика не по всему ВПО, который мы видели, а по тем, по которым у заказчика возникали какие-то вопросы, инциденты. Вот, например, больше всего проблем вызывал Q-Bot. Он и в прошлом году у нас встречался, когда злоумышленники читали почту на зараженной машине и вклинивались в разговоры сотрудников, таким образом дальше распространяясь по инфраструктуре. А в этот раз операторы взяли на вооружение Proxy Logon и как бы тоже успешно проводили атаки. И также интересные вещи были с тем ботом и RMS. Интересно, что они уже 10 лет существуют и до сих пор используются, и все успешно. Это когда используется какой-нибудь легитимный бинарный файл, там TeamViewer, VNC или что-то похожее, но в него загружается плохая DLL, которая скрывает окошки, что к вам подключились. То есть TeamViewer вам покажет, что к вам кто-то подключился внизу, а плохой TeamViewer вам ничего не покажет, вы будете ничего не знать, а за вами могут следить, может быть, мышкой подвигать в ненужный момент, что-то сделать. Вот. И еще из массовых историй, которые примечательные были в этом году, это история с Глуптебой и Меррисом. Время атак Мерриса на Яндекс, о которых, наверное, многие в новостях читали, мы заметили некоторое сходство с еще одним семейством Глуптеба, которое очень распространено, потому что у него много вариантов распространения. Мы его отслеживали после реагирования на одном из заказчиков и обнаружили, что есть некая связь по доменам серверов управления и по создаваемым задачам. А после этого еще и получилось в ходе анализа найти домен управляющий, который не был зарегистрирован злоумышленниками, там был список доменов, и вот один не зарегистрирован. Мы его зарегистрировали, и получилось получить доступ к большому количеству устройств. Ну, не только доступ, контроль, в принципе. Это в какой-то степени вот не то, чтобы, может быть, помогло, но уменьшило там нагрузку какую-то на атакуемых. Вот. Информация была передана в НКЦКИ, а дальше они уже там решали, что делать с этим. Может быть, там заставлять обновляться или насильно обновлять там устройство и так далее. Это уже не к нам. Вот по ссылочкам по QR-коду можно поподробнее почитать наши статьи про глуптебу и вот эту историю связи. Вернемся к прокси-логону. Что только мы не видели в ходе атак с эксплуатацией прокси-логона, это и APT-шные инструменты, то есть там Shadowpad, PlagX, это известные истории. Ну, кроме этого, я вот чуть позже расскажу про RAT на питоне и драйвер. Также были публичные инструменты, когда берут с GitHub просто какой-то инструментарий, просто его компилируют или чуть-чуть изменяют и используют. Ну, и в массовом ПО тоже. В целом, хронология нашей жизни выглядела вот как-то так внизу на слайде. Это в феврале у нас уже были атаки до публикации. Мы с ними справились, потом уже опубликовали информацию. Буквально там через неделю или через пару дней в апреле уже была эксплуатация встроена в LemonDuck. Чуть позже расскажу, что это такое. И сейчас уже это кто только не использует. И вымогатели, и банкеры, не путать с банкстерами, и APT-шники. LemonDuck – это довольно распространенный такой червь-майнер, который имеет очень большое количество разных способов распространения. И в этом году он прям очень нам часто попадался. И вот конкретно первые три квадрата со способами, они прям сыграли свою роль. Сама отправка по почте, когда берутся все контакты на зараженном машине, отправляются, это одно. Начинаются проблемы, там люди не понимают, что происходит. Ну, проксилагон – это проксилагон, уже сказал. И брутфорс паролей. При этом вот в чем плюс существования такого прекрасного червя? В том, что если он к вам попал, он сразу оставляет много следов, много проблем доставляет, сразу быстро замечается. И лучше уж попадет к вам в инфраструктуру LemonDuck, чем какой-нибудь там Джон или Сяо или там Фриц и что-нибудь сделает незаметно. Этот сразу замечается. Но при этом и проблемы бывают. У нас были отказы критичных систем. Также были проблемы с сложности, точнее с очисткой инфраструктуры, когда заказчик сам неправильно среагировал и неправильно удалил все следы, там неправильно очистил системы, потому что не знал, как конкретно работает полностью этот вирус. Вот, потом приходили, уже помогали все сделать правильно. И бывают сложности с определением точки входа. Это зависит от конкретных условий, от инфраструктуры, плоская, не плоская, насколько там хоть что-то защищено и так далее. Так, переходим к питонрату, который мы видели. И небольшое такое наблюдение, что вот обычно говорят, что атаки усложняются, инструменты усложняются, все очень страшно. Но на самом деле в плохо защищенных инфраструктурах никто не будет стрелять из пушки по воробьям и берут просто простейшие какие-то инструменты, которые можно за неделю написать. Вот как этот, допустим, у которого там простейшая команда работы с файлами, запуск процессов, запуск питоновских каких-то подгружаемых модулей и просто их используют. При этом конкретно у такого рата мы нашли связь просто по коду, некоторое сходство с питоновским ратом vnnti, который описан в паблике, и связь по домену тоже с vnnti и shadowpad. То есть даже такие серьезные ребята используют вот такие простейшие раты, и ты их смотришь, как бы, ну да, ты его нашел, ну и что, а завтра они новые напишут, и все. Теперь впечатлительных прошу не убегать. Выглядят, может быть, страшные какие-то слова. Расскажу про драйвер, но для этого сначала расскажу, что такое NDIS, чтобы понимать, в чем интересность этого драйвера. Вот у нас есть пример какого-нибудь драйвера, который работает с сетевым протоколом. Например, TCP, IP. Люди, которые его писали, они не знают, как работает каждая из сетевых карт, в которых сотни разных тысяч моделей. И для этого придумана как раз NDIS, это прослойка спецификации интерфейса, Network Driver Interface Specification. В рамках этой модели есть несколько видов драйверов. Это промежуточные драйвера, фильтр драйвера, именно сетевые, и мини-порт драйвера. Останавливаться на них сильно не буду. Главное понимать, что вот как пакет летит от сетевой карты, когда приходит извне в систему, он идет по очереди по этим драйверам. То есть самый низкоуровневый мини-порт драйвер, потом он идет, допустим, на какой-нибудь фильтр драйвер, который может там что-то отфильтровать, изменить и дальше пропустить к следующему драйверу пакеты. Дальше идет промежуточный драйвер, они необязательные. И дальше он только доходит до TCP, IP. Возникает вопрос, а где здесь, допустим, там Windows Filtering Platform, там Firewallы какие-нибудь, а они вот там вверху где-то. То есть мини-порт драйвер, допустим, возьмем его, он получает пакет раньше всех. При этом пакеты летают в виде структурок, списков, называются NetBufferLists. И зная вот такую примерно абстрактную информацию, можно вот задать вопросом, а что если будет у нас плохой мини-порт драйвер, допустим. А будет следующее. В одном из инцидентов мы нашли драйвер, который при загрузке, а загрузиться он смог, потому что у него была неотозванная подпись, валидная какой-то компании. Он находит внутренние структуры, разбирает их и ищет там необходимые ему функции, неэкспортируемые, перехватывает их. И вот с этого момента он как бы становится на место мини-порт драйвера для TCP-IP и очень рано получает пакеты. При этом код злоумышленники взяли на каком-то китайском форуме. Вот это комментарий автора внизу написано. Вот так он переводится. Вот можно сказать спасибо, ему реально пригодилось ребятам этого код. Так вот, как только драйвер стал, грубо говоря, мини-порт драйвером, ему нужно достигнуть двух целей. Первое — это понять, что на сетевую карту какие-то пакеты приходят к нему, а для этого можно сделать то, что вот делается на левом слайде. Это трафик разбирается, парсится, там свой парсер TCP-IP, точнее там Ethernet, IP, TCP-IP. И смотрятся определенные последовательности байт. Это может быть там не обязательно последовательность байта, это может быть какая-то контрольная сумма или еще что-то, просто чтобы понять, что пакет реально мне прилетел. Вот, а после этого нужно этот пакет обработать на левом слайде, что-то сделать, команды, не команды и так далее. А после этого передать вот эти пакеты, как на схеме, которую я показывал, дальше вверх на систему, но без своих пакетов. То есть не передать эти пакеты дальше, не дать системе об этом узнать. Вот здесь вот плохо становится многим продуктом безопасности, которые просто работают на уровнях выше. Тот же вот Firewall, Windows, допустим. Дальше какие были команды у этого драйвера? На самом деле очень простые. То есть вот то было механизм взаимодействия CNC. Команды простые. Это работа с файлами, загрузка, скачивание и запуск процессов инжектирования DLL. При этом драйвер заставлял SWC-хост, любой, который находил на системе, запускать какие-то процессы. И вот все это, может быть, звучит страшно, хотя, конечно, не самое страшное, что приходилось видеть. Но при этом очень простые вещи оставлялись на системе. То есть, во-первых, трафик виден снаружи системы. То есть, если там система не видит, то, может быть, какой-нибудь наш другой продукт, NTA какой-нибудь, увидит. И можно как-то по индикаторам это все обнаружить. Во-вторых, будет аномальная активность у SWC-хоста. Конкретно здесь, у этого драйвера. То есть там SWC-хост что-то запускает, мы это можем потенциально детектировать. Очень подозрительный путь, украденная подпись неотозванная, хоть и неотозванная. Ну и в реестре хранятся данные, там конфиг и так далее. И потенциально потом во время реагирования можно уже поискать в этом реестре ветки по всем системам. И что-то, может быть, сделать какие-то выводы, найти еще какие-то зараженные системы. Да, и последнее. Этот драйвер был защищен VM-протектом. А это тоже не очень типично. На какой-нибудь системе иметь какой-нибудь бинарный файл под VM-протектом. Поэтому тоже можно было яро правила написать и так далее. Теперь вот я рассказал, как летят пакеты как бы снизу вверх, то есть извне. А теперь вот на примере отчета ребят из экзотрека расскажу, как можно наоборот, как могут пакеты уходить вовне, в обход вот этих всех вещей. У нас драйвер, он был такой сам в себе. В нем все обработчики команд были. Он получал и как бы отправлял там ответ. Не очень интересно с точки зрения примера. Вот этот драйвер у них, который они атрибутировали к Vint-i, он похожий, он тоже парсит структуру, вот как на скрине, какие-то непонятные там внутренние. Но он работал немножко по-другому. У него была DLL-ка обычная, ну точнее вредоносная, но которая работает в пользовательском режиме, которая при загрузке в svc-хост, конкретно здесь, загружала еще один там свой подписанный драйвер, плохой, tmp1234sys, а тот в свою очередь брал еще один драйвер, который может быть, многие знают device null, это вот как в линуксе dev null, драйвер, который ничего не делает. В него ты посылаешь команды или данные, он ничего не делает. А вот этот драйвер tmp, он в нем перехватывал функции и заставлял его как-то реагировать на команды использовательского режима. И как только мы это сделали, у sample DLL появлялась возможность взаимодействовать с tmp-драйвером через dev null. То есть dev null открывался, к нему посылались какие-то команды, допустим, отошли пакет туда-туда, такие-то данные. И через dev null пакет, точнее данные, структурка летела в tmp, а этот драйвер, в свою очередь, опять же, средствами nd с перехваченными вот этими функциями отправлял все наружу. И получается, что видите, здесь нигде нету какого-то там драйвера tcp, ip, какого-то vn.py, ничего нету. Просто в обход всего сразу к самому низкоуровневому мини-порт драйверу идут пакеты. И мы, получается, ничего не видим. На самом деле, тут надо понимать, что это одна из таких относительно простых вариаций этих драйверов. В этом вот мире драйверов там тоже свои кошки-мышки с антивирусными продуктами, когда там другие хорошие драйвера могут следить вот за этими перехватами, а этот может мешать ему следить и так далее. То есть тоже не настолько все безысходно и страшно. Вот, я надеюсь, да, вот по своей части я все рассказал. Надеюсь, всем все понятно было или почти все понятно было. Если есть вопросы, давай. Коллеги, подумайте по вопросам пока. У нас есть один вопрос из чата. Аскер, как лучше ускорить закрытие популярных уязвимостей для заказчиков на примере Eternal Blue? Как лучше ускорить? Ну как, лимондака запустить, во-первых. Ну, мы это как делаем? Ну а что? Мы просто оповещаем и рассказываем о каких-то последствиях. Тут просто невозможно как бы заставить заказчика, если он не хочет что-то делать. Ну, приходится просто оповещать, говорить, какие могут быть последствия. Хорошо действует, когда ты показываешь, что proof of concept уже выложен и лежит на GitHub. Хорошо, когда ты говоришь, что уже реальные атаки есть и желательно, чтобы они еще были уже в их стране, вот где организация работает. В общем, нагнать страху, вот тогда может быть будет. Ну, опять же, есть какие-то решения, которые позволяют там чуть плюс-минус автоматизированно обновлять, там прослеживать, что там-то, там-то у вас уязвимые системы остались. Я могу задать вопрос. Я, находясь между двумя сертами, не могу не спросить. Аскер, вот та информация, которую вы находите, она подлежит какому-то обмену на текущий момент с какими-то другими сертами, с которыми вы делитесь сами и которые делятся с вами? Может быть, там есть какие-то прям системные обмен, в том числе с коллегами? Ну, как минимум, ну, публичная история сразу отметая. Понятно, что если мы написали такой обмен сразу. Но вот особенно, когда речь идет о всяких КИ-объектах, мы передаем информацию в НКЦКИ, они уже распространяют это по остальным. То есть вот как-то так. А другие коммерческие серт, может быть, зарубежные? Такое тоже бывает, да, бывают случаи. Ну, там зависит уже от случая к случаю. Со всеми мы как бы не можем, понятное дело, замедлить. Но если там инцидент того требует, мы понимаем, что, допустим, у какого-то заказчика работает сразу несколько компаний, да, вот как мы, то мы можем, да, поделиться с ними информацией, чтобы просто сделать более эффективным реагирование. Ну, тут все логично. Здесь получается, что у госсопки есть преимущество, потому что нет конкуренции. С коллегами из коммерческого серта делиться не хочется, с госсопкой можно. Но мы никогда не были и не будем конкурентами. Да, да, да. Мне кажется, мы друг друга дополняем, и вас, и все остальные. Ну, по таковойке, вот как вы сейчас сказали, они же потом тем передадут, это же все равно плохо. Не, не, здесь… Не, мы так, да, наше дело просто передать, чтобы это максимально распространилось. А вот с точки зрения ИБ специалиста, это тоже все хорошо. Почему? Потому что, ну, возможно, вот это то, что ты уже видел, это закроется проблема, да, и ты увидишь какие-нибудь новые проблемы. И не будет такого, как сейчас, да, вот мы не в идеальном мире живем, до сих пор его на край, хотя какой сейчас уже год, 2021, казалось бы. С ProxyWagon то же самое будет это 100%. Единственное, что, ну, как бы немножко вселяет надежду, что Microsoft Exchange стоит не на каждой машине, и, может быть, даже не в каждой организации, в отличие от того на крае, ну, от той изумести, которая вообще практически там на многие системы может прилететь. Вот. Как-то так. И вторая половинка моего вопроса. Если вы находите какие-то артефакты, по сути, TI, есть ли какой-то фит, куда вы это передаете, через который можно это получить? Уникальные артефакты, найденные именно вашим сертом. Ну, у нас есть внутренняя система, в которой мы это все храним, и раскидывается это все автоматически на заказчиков. То есть, ну, такого фида публичного он у нас планируется, но пока что вроде нет. А вот по заказчикам, да, это все раскидывается сразу, но это не так, что заказчик что-то делает. Это все автоматически. То есть, заказчик может даже не знать, что мы где-то что-то там просмотрели, и, допустим, у него уже мониторим. То есть напрямую в CM, по сути, да? Что, что? Напрямую в CM. Ну, в CM, в EDR, еще куда-нибудь. Спасибо. Спасибо, Аскер. Спасибо. Всем еще раз добрый день. Привет. Меня зовут Дмитрий Льфанов. Я в JetServe занимаюсь расследованием и реагированием на инциденты. И, собственно, сегодня хотел бы рассказать о том, какие мы подводные камни поймали при взаимодействии с внешними сок-командами, потому что очень часто мы как раз работаем именно с такими заказчиками. И, собственно, как мы эти проблемы потом решали, и какие выходы мы нашли. Собственно, начну с вот этой схемки. Если мы так глобально поделим все на три таких секции того, что у нас происходит в ВБ, это мы всегда что-то превентим, то есть закручиваем какие-то гайки в инфраструктуре, что-то настраиваем, патчимся. Потом это успешно пытаемся детектить, мониторить, находить какие-то потенциальные атаки и реагируем. То есть в большинстве случаев у заказчиков текущее решение выглядит сейчас обычно по таким схемам. То есть у вас есть превеншен и детекшен внутри, и респонс вы используете как внешний сервис. Либо есть вариант с тем, что у вас какие-то внешние решения и сервисы на аутсорсинге, и, соответственно, это занимается какой-то сторонний сервис. Мы, соответственно, в этой истории как JetSirt занимаемся именно как раз детекшеном и респонсом. И вот как раз между вот этим переходом от того, когда вы что-то нашли у себя в инфраструктуре, и дальше на это надо как-то реагировать, мы поймали такие, скажем так, проблемы, связанные с тем, что взаимодействие между инцидент-респонс-командами и командами SOCA очень часто бывает с такими проблемами. Собственно, какие проблемы мы встретили, и, скажем так, это такой наш тоже, наверное, топ того, что мы поймали за последнее время. Большинство SOC-команд по какой-то причине не ожидает инцидента, то есть они настроили какие-то правила корреляции, что-то мониторят, но когда происходит реально какой-то инцидент, и даже если они что-то там обнаружили, что делать с этим реагированием, ну, точнее, как реагировать дальше на такие срабатывания, команда не представляет и не знает. Соответственно, есть некоторая конкуренция между SOCA и инцидент-респонс-командами. Приведу такой пример. В одном из кейсов команда SOCA порядка где-то суток не давала нам прийти на площадку и начать реагирование, тем самым, что хотели сами разобраться в инциденте и просто затормаживали расследование. Классический пример того, что у вас отсутствует план действий на случай инцидента в инфраструктуре. То есть вы вроде подготовились, что-то настроили, мониторите инфраструктуру, но что делать, когда уже пожар наступил, вы не знаете. Ну и, наверное, такая наша менталитетная задача, назовем это так, это найти виноватого. Потому что очень часто бывают истории с тем, что внешнего злоумышленника достаточно затрудительно найти в рамках инцидента-респонса и начинают искать всех тех, кто внутри как-то был виноват. Из-за этого потенциальные виновные начинают сопротивляться в рамках расследования, не давать какую-то информацию либо тормозить его как-то и спускать вниз. Собственно, вот среди этих проблем мы посидели, подумали и нашли такое интересное решение, связанное с тем, что фактически нужно до того, как у вас произошел какой-то инцидент и начинать какой-то респонс, нужно подружиться, наверное, с этим внешним соком, с соком заказчика. Потому что ты, когда приходишь без каких-то знаний о клиенте, бывают проблемы, связанные с тем, что вы просто-напросто не можете найти общей связи. И, соответственно, как мы это решили? Мы в рамках таких кейсов, когда у нас есть внешнее реагирование, где мы потенциально можем прийти, стараемся подготовиться до того, как инцидент реально произошел. То есть проводим какое-то начальное интервьюирование. В рамках этого интервьюирования мы выделяем тех людей, которые действительно знают и понимают системы, чтобы не случалась ситуация, когда в рамках реагирования нам нужно попасть на какой-то узел либо получить с него какие-то данные. Этого человека просто нет. Он там в отпуске куда-то уехал и тому подобное. И прорабатываем обязательно план базового реагирования, чтобы внутри самого инфраструктуры заказчик понимал, каким образом ему действовать даже до того, как мы попали к нему уже на площадку и пытаемся ему как-то помочь. Это техническое усиление. То есть это какие-то MDR-инструменты. То есть это не обязательно какие-то платные решения. Просто очень часто мы сталкиваемся с тем, что в инфраструктуре нет понимания даже того, как в случае какой-то необходимости проверить группу узлов, либо посмотреть на них какие-то айоки. Начинаются с проблемы с тем, что мы просто даже не можем запустить это на группе узлов, потому что кто-то там не знает, как у него построена инфраструктура, либо не может что-то запустить и тому подобное. Это проактивный поиск, то есть тридхантинг. В рамках уже свершившихся каких-то инцидентов мы подготовлены гипотезы. Я об этом чуть позже расскажу. И стараемся искать уже такие же кейсы, похожие на то, что уже случалось. Purple Team, чтобы команда Soko все-таки понимала то, как происходят инциденты, как на них реагировать, как вообще злоумышленники действуют и как атакуют. Ну и видимо после предыдущего доклада здесь можно указать, что тут должен быть лимандак, чтобы его надо было запустить. И привлечение в рамках инцидента и респонса активности. То есть очень часто у нас бывали ситуации, когда руководство eBay и так далее отодвигало в стороны SOC команды и просто-напросто, скажем так, отдавало все расследование нам, но при этом специалисты SOC очень часто могут знать какие-то тонкости инфраструктуры, которые достаточно быстро выводят на необходимые данные либо на те точки, где можно посмотреть все это очень обобщенно и уже собрано все вместе. То есть такие примеры, что, допустим, там заказчик иногда просто не знает, что у него есть какой-то СЗИ, но об этом знает там какой-то рядовой специалист, он просто говорит, да, у нас такая штука есть, там можно все посмотреть. Вот. И, собственно, после того, как мы вот эти все вещи, связанные с документацией, так сложили в папочку, все ко всему готовы, мы заметили такую историю, что очень часто после каких-то инцидентов изменения, все, что происходит в инфраструктуре, назовем это так, двигаются в сторону превента. То есть мы пытаемся опять закрутить какие-то гайки, что-то обновить, но при этом не пытаемся сделать и вот так, и еще. То есть не пытаемся изменить как-то detection, и все там отчеты о том, что вы можете вот это помониторить, там собирать логи и так далее, наши просто пропускаются мимо ушей, и ничего не меняется. И, соответственно, начинается все по кругу, опять что-то где-то пропускаем, и никто это не заметил. Собственно, что мы делаем, исходя из этих данных? То есть мы берем все отчеты, которые у нас есть так или иначе по атакам, производим их анализ по TTP, инструментарию, тому, как злоумышленники действуют, делим их в себя на направление, в зависимости от того, какие проработки нужны, там создание корреляционной логики, либо там thread hunting, гипотезы и тому подобное. Ну и, соответственно, его разрабатываем. И, как пример, у нас был один из инцидентов, связанных с периметровым оборудованием, которое занимается, скажем так, передачей трафика. И там была одна RCE, связанная с тем, что можно было в интерфейсе управления выполнить любой производный код. И, собственно, с момента, наверное, ее публикации, часа через три, у нас уже был кейс, где одновременно около 8 или 10 команд атакующих пытались залить свои бэкдоры, начать майнить на этой железке, потому что она достаточно высокопроизводительная. И, соответственно, во время всех этих расследований и реагирований мы параллельно с этим начали прорабатывать гипотезы по хантам, потому что сама система использует Linux дистрибутив как базу, но при этом имеет кастомные сверху приложения. И за счет этого злоумышленники начали не только использовать стандартные средства по закреплению в виде веб-шеллов на интерфейс, либо LD-прилот бэкдоров в планировщике, но и начали закрепляться с использованием конф-файлов самого продукта, подкидывая дополнительные шеллы. И тем самым просто-напросто нужно было разбираться еще в самом продукте. Соответственно, на фоне этого у нас появилось целых семь гипотез по initial access, точнее по хантингу. Среди них там initial access, execution и persistence гипотезы, в рамках которых мы начали смотреть всех своих заказчиков, у которых был такой же продукт, в том числе не только в рамках периметра установленного, но использующегося внутри как балансировщик. И как итог мы нашли три бэкдора на таких устройствах, уже оставленных злоумышленников. Причем один из них был связан с тем, что там была распределенная кластерная конфигурация и на той ноде, которая ушла в резерв после атаки на нее, потому что у нее был перегруз по ресурсам, то есть она ушла в резервную, но на ней остались данные, связанные с бэкдором, и фактически злоумышленник в случае переключения мог заново подключиться к машине. Еще как один кейс того, что дальше происходит с нашими расследованиями и отчетами, мы развиваем по стандартной своей, скажем так, процедуре правила детектирования. Мы уже рассказывали про то, как происходит сам процесс. Я более подробно не буду в него вдаваться. То есть мы там создаем или изменяем логику, это все тестируем в том числе и на себе, а потом прогоняем на инфраструктурах клиентов и запускаем в работу. Ну и если действительно какая-то уязвимость становится не очень актуальная, либо мы видим, что уже все пропатчились и вариантов больше таких нет, мы это все выводим из работы. Одним из таких примеров как раз у нас был кейс, связанный с тем, что на внешнюю команду разработки, которая использует GitLab и его интерфейс публично располагает в интернете, была атака, связанная с двумя уязвимостями на Exit Tool. Может быть, кто-нибудь слышал о ней, что уязвимость была найдена в начале года, и за счет некорректных передаваемых параметров в проверку Exit записи можно было выполнить произвольный код, и некоторые команды как раз по использующей ransom начали атаковать GitLab сервера с тем, что просто-напросто шифровали весь контент и тем самым там тормозили разработку и так далее. Для такой команды как раз у них была внутренняя, скажем так, система мониторинга, но нацеленная больше не на eBay. Мы проработали ряд таргетированных правил, которые они просто мониторили стандартными средствами мониторинга по каким-то меткам, по созданию файлов и так далее. Создали ряд шаблонов уведомлений, чтобы это прилетало уже конкретно в таргетированные места по ответственным пользователям, потому что там был кейс, связанный с тем, что после того, как все пошифровалось, часть файлов просто не попала под паттерн шифровальщика, и пользователи продолжили спокойно работать, не замечая, что у них каких-то часть файлов отвалилась, либо конфигурация не подгружается и тому подобное. Ну и как последний этап были написаны инструкции по реагированию конкретно для этого продукта, потому что эта тема была для нас актуальна еще тем, что мы сами используем GitLab как базу знаний и могли быть также подвержены атакам на него. Ну и как последний кейс, всеми наши любимые атаки на Exchange сервера, где вначале за счет быстрых хантов можно было поймать какие-то одинаковые паттерны по атакам, когда это только появилось, а потом мы это все перекинули в такой мониторинг, уже постоянный, и за счет этого на одном из заказчиков мы поймали атаку на сервер, который админы достали там из каких-то дремучих лесов своих и заново подняли его со всеми теми же уязвимостями, которые и были. И, соответственно, просто-напросто боты, которые по кругу сканируют интернет и ищут уязвимые сервера, начали на него заливать все подряд. И, собственно, на этом у меня все. И как такой финал того, что я хотел здесь рассказать, это то, что не бойтесь в своих соках заниматься не только мониторингом, но и тем, как вы дальше будете действовать, когда вы что-то найдете, потому что, как говорится, ложка хороша к обеду, но этой ложкой надо еще и пользоваться и уметь пользоваться, что главное. Спасибо. Зачитаем вопрос, который поступил из чат-бота. В рамках доклада, Дмитрий, ты дифференцировал сок и инцидент-респонс команды. Правильно ли был понят подход? И если да, то почему проведено такое различие? Является ли это отражением ситуации, что заказчики сегодня не готовы отдавать респонс на аутсорс, ограничиваются лишь мониторингом? Ну, здесь такой момент, что очень часто заказчики еще не задумываются об этом респонсе. Ну, каждый надеется на то, что в него никогда никто не будет стрелять, и, соответственно, эта история не про него. И очень часто история с респонсом, как аутсорс, происходит по принципу, когда вы уже тонете, и начинаете искать просто любой спасательный круг, в том числе и аутсорсинг. Но как бы как раз история, про которую я рассказывал, именно и связана с такими заказчиками, у которых есть свой мониторинг, но команда сок очень часто не имеет никаких навыков по респонсу, и за счет этого они как бы не могут правильно и грамотно отреагировать на инцидент. Но тут, может быть, есть еще и какая-то финансовая часть вопроса. То есть, если это сервис, который time and material, там, условно говоря, одно привлечение, уже какие-то деньги, да? То есть, может быть, они здесь стараются просто лишний раз не дергать, или это какая-то… Ну, возможно, так и… Fixed price. Ну, во-первых, это по привлечению в любом случае. Ну, еще такой момент связан с тем, что как раз вот когда ты думаешь, что тебя не атакуют, ты мало задумываешься о том, что вообще такие сервисы существуют. Но, как показывает практика, те коллеги, даже которые до этого выступали, как раз и занимаются не только внутренними кейсами, которые у них там попадают с их соков, но и как раз такими выездными кейсами на площадках, где ты приезжаешь, и уже все в огне. Окей, спасибо. Дмитрий, а вот к этому же вопросу, вот из вашего опыта, когда у вас в проектах вы сок и реагирование внешнее, то есть не вы, вот реализовав такие процессы, о которых вы сегодня рассказали, вы, по сути, являетесь контролером качества их респонса. И тут еще одно противоречие же возникает. Как это решается? Ну, в любом случае контроль качества это всегда хорошо, назовем это так. Если вы проверяете то, как вы работаете, значит, ну, скажем так, вы, во-первых, понимаете, как вы работаете, и можете найти какие-то ошибки в том, что как вы делаете. Потому что, как мы уже до этого даже здесь говорили, все не получается с первого раза, и, ну, то есть одна первая, скажем так, плохая история может быть началом многих хороших историй о том, как вы приведете свой сервис и сок в более хороший вид и будете более грамотно реагировать на инциденты. Хорошо, спасибо. Дмитрий Купецкий, компания Fortinet. И вот сегодня в рамках своего выступления я хотел бы обсудить как раз вопрос, как мы видим автоматизацию сок в свете эффективности вообще применяемых инструментов и мер обеспечения безопасности в составе крупной IT-инфраструктуры. И начать хотелось бы с сочетания таких понятий, как эффективность и автоматизация. Вообще, что такое эффективность и как ее можно определить? Основным критерием эффективности работы применяемых средств защиты нам видится это сохранение IT-инфраструктуры во времени своих функциональных возможностей под воздействием большого количества различных негативных факторов. То есть если в течение времени наша инфраструктура, несмотря на то, что на нее ее постоянно атакуют, поступают какие-то угрозы, вирусы и прочее, она продолжает функционировать, значит применяемые меры защиты эффективны. Соответственно, основными факторами, определяющими такую эффективность, можно выделить таких два основных направления. С одной стороны, это архитектура нашей среды, то есть дизайн всех сегментов крупной IT-инфраструктуры должен в идеале, понятно, что так бывает не всегда, но в идеале он должен строиться, то, что называется, от безопасности. То есть вопросы обеспечения защиты и вопросы безопасности должны быть краеугольными камнями еще при проектировании каких-то сегментов и до того, как они будут реализованы. И второе направление – это наличие соответствующего состава инструментов, то есть наличие такого набора специализированных инструментов защиты, которые позволят закрыть все возможные направления поступления какой-либо атаки либо какой-либо угрозы, будь то защита опорной сети, защита приложений, доступа, облачной инфраструктуры и так далее, каких-то сервисов. То есть сочетание архитектуры и сочетание, точнее, архитектуры в сочетании со специализированным набором инструментов и дает, собственно, ту самую эффективность средств защиты, о которой мы и говорим. Соответственно, с другой стороны, основным вызовом эффективности мер безопасности можно считать время принятия решений. То есть по мере роста инфраструктуры все мы знаем, что появляется большое число различных производителей, различных систем, самых разнонаправленных. Соответственно, от них поступает очень большое количество различных событий, сообщений, алертов, вообще каких-то требований каких-то действий от административного персонала. Отсюда растет время на реагирование, время на принятие какого-либо решения, вообще какого-либо, то есть просто произведения какого-либо действия в составе инфраструктуры, потому что слишком много факторов для оценки становится. И отсюда же, как побочный эффект, выплывает недостаток, вечный недостаток квалифицированных кадров, потому что невозможно научить человека работать вообще со всеми системами одинаково и в одинаковой степени быть экспертом везде. Соответственно, люди приходят, уходят, компетенции падают, а количество систем все равно растет. Если посмотреть в перспективе и в ретроспективе по мере роста инфраструктуры, можно увидеть такие негативные тенденции. То есть растет число различных систем, растет число процессов управления, процессов взаимодействия, растет количество персонала и одновременно с этим падает эффективность взаимодействия как различных подразделений между собой, так и под взаимодействие людей с системами внутри инфраструктуры. Падает скорость принятия решений и одновременно с этим растет, с одной стороны, стоимость владения и содержания такой инфраструктуры, а с другой стороны, время принятия решений. В итоге мы можем сказать, что время принятия решений является высокий показатель времени принятия решений – это критичный фактор для функционирования всей инфраструктуры. Мы знаем, что в современных условиях реализация какой-либо угрозы, либо эксплуатация известной или свежеразведанной уязвимости может занимать единицы минут. Поэтому если наше время реагирования на такую угрозу составляет больше этих единиц минут, то в конечном итоге это сводит на нет всю совокупность имеющихся инструментов защиты. И эффективность в этом случае применяя их мер защиты будет либо нулевой, либо даже отрицательной, если учесть стоимость внедрения таких инструментов, то, что обычно они стоят очень больших денег. Соответственно, решением этой проблемы будет выступать внедрение автоматизации в составе инфраструктуры. С одной стороны, внедрение мер автоматизации позволит кратно сократить время на принятие решения какого-либо, неважно, что это будет, либо решение на противодействие, либо на какие-то изменения в составе инфраструктуры, либо вплоть до привлечения каких-то необходимых внешних служб, людей, фирм и так далее. И такое же кратное повышение скорости реагирования нашей инфраструктуры на возникающие внешние угрозы и внешне негативные факторы. Таким образом, автоматизацию можно обозначить как краеугольный камень обеспечения эффективности работы в мер защиты нашей инфраструктуры. С другой стороны, достаточно наглядно видно, как ручное противодействие в сравнении с автоматическим противодействием позволяет достаточно серьезно экономить средства на эксплуатацию крупной IT-инфраструктуры, просто зная необходимые затраты на рабочее время административного персонала, автоматизировав часть функции и таким образом высвободив это время под решение каких-то более критичных задач, мы напрямую экономим деньги на эксплуатацию инфраструктуры. Здесь автоматизация также помогает нам напрямую повышать эффективность уже не сколько работы мирозащиты, сколько эффективность эксплуатации инфраструктуры в целом. Также преимущественно автоматизации можно назвать таких два направления, как с одной стороны это повышение адаптивности IT-инфраструктуры к внешним воздействиям, то есть поскольку мы применяем различные средства автоматического реагирования, это происходит достаточно быстро, и автоматически, соответственно, наша инфраструктура сама подстраивается под внешние воздействия, тем самым повышая свою адаптивность к любым возникающим внешним угрозам. С другой стороны, в процессе наладки автоматизации у нас происходит, по сути, оптимизация процессов функционирования в целом вообще всех процессов инфраструктуры. С одной стороны, вырабатываются регламенты, вырабатываются алгоритмы взаимодействия и порядок действий в различных ситуациях, как подразделений, так и различных систем внутри инфраструктуры. И с другой стороны, внедряются процессы отслеживания, учета и нивелирования различных ошибок, включая тот самый пресловутый человеческий фактор, который в 90% случаев является причиной сбоев, причиной ошибок и проблем в составе инфраструктуры. Соответственно, автоматизация позволяет, с одной стороны, адаптировать инфраструктуру к внешним воздействиям, с другой стороны, структурировать процессы ее работы, тем самым также повышая эффективность ее функционирования. Внедрение автоматических процессов, оно, по сути, как я сказал, является краеугольным камнем обеспечения эффективности мер защиты в составе инфраструктуры. При наладке автоматизации можно учитывать четыре таких основных направления. С одной стороны, это автоматизация управления инцидентами и реагированием на них, то, за что отвечают отдельные инструменты, это автоматизация обработки потока различных событий, индикаторов, алертов, которые поступают от различных узлов инфраструктуры, то есть снятие рутинных задач с административного персонала, то есть высвобождение их времени на более интеллектуальные занятия, чем просто учет каких-то инцидентов, алертов и так далее. Также при автоматизации будет производиться оптимизация SOC, если можно так выразиться, то есть как раз выстраивание оптимальных алгоритмов работы, взаимодействия и оптимальных наборов действий. при реагировании на те или иные угрозы. И такое понимание, как коллаборация SOC, то есть выстраивание взаимодействия между людьми, между подразделениями в сочетании с различными инструментами и процессами. Инструменты автоматизации. Соответственно, основной инструмент вообще оперирования информационной безопасностью, как мы все знаем, это в современных условиях Security Operation Center как таковой, который… его нельзя определить как конкретную систему, по сути это совокупность процессов, которые реализуются определенными людьми в сочетании с определенными специализированными технологиями для решения целевых задач, которые сводятся к большим четырем блокам. Это мониторинг и в конечном итоге защита IT-инфраструктуры от каких-то угроз, это детектирование и учет этих угроз, а также расследование инцидентов безопасности и применение как раз тех самых мер автоматизации и реагирования. Вот сочетание этих четырех факторов позволяет реализовать, с одной стороны, эффективный SOC, а с другой стороны, резко повысить эффективность работы инфраструктуры. В свою очередь, инструментами для реализации этих функций SOC будет выступать два основных таких решения. С одной стороны, это CM какой-либо, в нашем случае это FortiCM, но это в данном случае не принципиально, который отвечает, по сути, за автоматизацию процесса управления различными алертами, инцидентами, событиями, то есть тем потоком данных, которые поступают от различных узлов нашей инфраструктуры. Выполняет корреляцию, аналитические задачи, то есть также снимая эти функции с административного персонала и тем самым резко повышая скорость обработки и скорость выдачи каких-либо решений, рекомендаций. И с другой стороны, это решение типа SOAR, или в нашем случае это FortiSOAR, то есть система автоматизации именно реагирования, когда инфраструктура в автоматическом режиме будет реагировать на возникающие угрозы. Вот как раз в рамках SOAR-системы будет выстраиваться процесс оптимизации SOC, будет реализовываться ответные меры противодействия и автоматизация противодействия каким-либо угрозам. Это два основных элемента, на которых можно расположить собственно работу SOC. Они будут предоставлять команде SOC единую среду работы, единый понятийный аппарат взаимодействия между собой и единый инструмент воздействия на узлы инфраструктуры, когда не надо обращаться к каждой системе со своими данными, а когда можно все это сделать одним нажатием из одного интерфейса. Соответственно, CM как инструмент автоматизации управления событиями. По сути, я думаю, не скажу ничего, но все это знают, что CM будет отвечать за автоматизацию процесса обработки различных инцидентов, алертов, выполнение корреляции событий, какой-то аналитической работы и формирование отчетности. То есть CM будет выступать в качестве источника данных с одной стороны для SOAR-системы, с другой стороны также источником данных для аналитиков для проведения каких-либо шагов по расследованию либо принятию дальнейших решений, базируясь на том, что уже сумел скоррелировать сам CM. Естественно, мы позиционируем CM-систему по сути на границе между тем, что обычно называется Network Operation Center и Security Operation Center. Как мы все знаем, зачастую задачи Network Operation, Security Operation могут противоречить друг другу, потому что они несут в себе несколько разную направленность. У Network Operation основная направленность – это надежность и скорость передачи данных. Их не интересуют вопросы безопасности у Security Operation Center, наоборот. В первую очередь это вопросы именно безопасности, даже в ущерб где-то, пусть ненадежности, но как минимум скорости. То есть это вопросы контроля. Мы позиционируем CM на границе между этими двумя логическими, скажем так, подразделениями, потому что наш CM умеет собирать и данные оперативного управления инфраструктурой, то есть в рамках оперативного управления будут собираться метрики производительности, доступности, учитываться утилизации ресурсов, то есть вестись текущий мониторинг инфраструктуры, то, чем обычно занимается Network Operation Center. И в рамках управления инцидентами и событиями будет привестись то, чем обычно занят CM, то есть это сбор, корреляция событий безопасности, выдача отчетности и аналитики. При этом мы можем выполнять кросс-корреляцию событий, то есть учитывать в корреляциях не только события безопасности, но и также события оперативного управления инфраструктурой. SOAR или автоматизация процессов реагирования. Это тот инструмент, для которого CM выступает основным источником данных, и он решает четыре основных крупных направления. Это, с одной стороны, полноценное управление инцидентами и различными кейсами, заявками на исполнение. С другой стороны, это оркестрация и автоматизация действий. То есть оркестрация действиями инфраструктуры и автоматизация реагирования на возникающие угрозы. С третьей стороны, это выстраивание процессов взаимодействия. То есть та самая основа SOC, когда выстраивается взаимодействие между людьми, системами и процессами. И четвертое, это интеллектуальное управление угрозами. То есть обогащение данных о уже бывших угрозах, о новых угрозах. Все ведется база знаний для дальнейшего учета при формировании процессов автоматизации, при формировании сценариев автоматизации. Как можно представить типовой сценарий работы SOAR-системы? То есть в SOAR-систему поступают уже готовые данные о каких-то инцидентах от СИЭМ. И производится набор действий над этими данными для принятия дальнейших решений. То есть это может быть какая-то реакция на инцидент, в рамках которой выполняются самые различные шаги. От прямого воздействия на узлы инфраструктуры до звонка администратору, либо написания письма, либо запроса от него конкретного действия. То есть как раз здесь закладывается основа взаимодействия между системами, людьми и процессами. И все это реализуется на базе сценариев автоматизации, которые, собственно, и являются основной частью работы SOAR-системы. Вы формируете тот самый, что есть по сути плейбук или сценарий автоматизации. Это набор конкретных шагов, которые предпринимаются системой в рамках реагирования на то или иное поступившее событие. В рамках этих шагов они могут быть самые разные. От обогащения данных об инциденте путем обращения куда-то к внешнему источнику, либо запрос конкретного действия от административного персонала, причем, например, с подтверждением этого действия у другого административного персонала, если это нужно, до прямого воздействия на какой-то узел инфраструктуры, либо ожидание действия от третьего административного персонала. В любом случае мы можем выстроить логический алгоритм выверенных последовательных действий нашей системы защиты на вновь возникшую угрозу. И вот как раз формирование такого сценария автоматизации позволит в конечном итоге выстроить эффективный процесс реагирования инфраструктуры на возникшие угрозы. И в завершение я хотел бы сказать такую вещь, что используя инструменты типа CM и типа SOAR в сочетании с квалифицированной командой SOC, мы можем реализовать, по сути, эффективно функционирующую, защищенную и адаптированную к любым внешним воздействиям IT-инфраструктуру, которая будет быстро реагировать на вытекающие угрозы. Тем самым мы реализуем главный принцип эффективности мер защиты, которые работают в нашей инфраструктуре. Спасибо. На этом у меня все. Если есть вопросы, давайте я отвечу. У нас есть один вопрос в чате. Дмитрий, какие есть варианты автоматизации инфраструктуры IT-заказчика? И либо это вторая часть этого же вопроса, либо это продолжение. Если компания-исполнитель предоставляет услугу SOC as a service? Любые на самом деле. То есть это вопрос договоренности между компанией-исполнителем и заказчиком. Если заказчик предоставляет исполнителю соответствующий набор транспорта и способов обращения к узлам инфраструктуры, то как угодно может быть. Это вопрос именно договоренности между заказчиком и исполнителем. С технической точки зрения ограничений никаких нет. Хорошо, спасибо. Коллеги, спасибо. Давайте, может, я тоже задам один вопрос, раз желающих нет. Дмитрий, вопрос к тебе как к представителю международного вендора. Я недавно общался с коллегой, он какое-то время поработал в западном SOC, крупном, серьезном, и рассказывал, что к его удивлению там все вручную делается, никакой автоматизации и вообще никакой магии. Как ты оцениваешь с точки зрения западной части ваших проектов, внедрений и так далее, зрелость именно российского рынка автоматизации SOC по сравнению с западными? То есть впереди мы, позади, действительно ли у них все вручную или может у них там все уже автоматически делается, а мы только догоняющие? Как вот ваша экспертиза в этом говорит? Я бы не сказал здесь, что это можно сравнить там впереди или позади. Я думаю, что это конкретно зависит от каждого заказчика, насколько он чувствует себя готовым к этому и насколько он уверен в собственной инфраструктуре, что она будет реагировать именно тем образом, которым он от нее ожидает. Вот часто бывают ситуации, когда люди меняются, инфраструктура остается и на самом деле что нереально происходит, никто не знает. И поэтому, чтобы внедрять эффективные меры автоматизации, нужно сначала выяснить, что творится в инфраструктуре, а потом применять такие меры. Зачастую это требует большого количества ресурсов, поэтому люди логично этого боятся и очень аккуратно внедряют меры автоматизации. Но отсюда мы получаем тот самый рост времени на реагирование и повышение рискованности инфраструктуры к внешнему воздействию. То есть на западном рынке нет какого-то другого? То же самое. Люди, они что там, что здесь люди, и они точно так же, если они отвечают за свою инфраструктуру, они боятся делать резкие движения. У нас даже в Суар там есть специальная рекомендация. Одним из шагов при автоматизации нужна верификация с вышестоящим аналитиком на предмет, чтобы внедряемые меры противодействия не привели к обрушению всей системы. Это прям отдельным шагом прописывается. Это важно. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Я расскажу о этапе даже не столько выявления, а сбора данных для выявления и их достаточности. Мы вендор-производитель брокеров сетевых пакетов. Поднимите руку, кто вообще знает про такой класс решений, что это за устройство. Вот, да, собственно, очень малоизвестный класс, хотя и давно изобретен, давно используется. Собственно, о чем речь, что все современные, ну, по крайней мере, большинство современных средств обнаружения атак, угроз, в принципе, средств eBay и мониторинга являются DPI-системами, которые работают на базе трафика и, соответственно, не получив трафика, они работать не могут. И качество их работы, качество, результат, который они выдают, зависит от того, насколько полную копию, насколько полностью они получили эти самые исходные данные. Ну и третий аспект, второй, о том, что работа этих систем информационной безопасности, она не должна нарушать работу основной инфраструктуры. То есть у нас не должно оказываться отрицательного влияния в процессе сбора данных. Как сейчас, ну, исторически сложилось, и в большинстве случаев сейчас трафик попадает вообще для анализа, для того, чтобы обнаруживать угрозы, их нейтрализовать. Это спан-порты. Собственно, спан-порты обладают рядом проблем. Первое – это пропускная способность спан-портов. Она априори меньше, чем пропускная способность производительность всего коммутатора. Физически нельзя весь трафик, который у нас циркулирует по условиям 20 портам коммутатора, передать через 4 спан-порта. Соответственно, это приводит к потерям трафика уже на этапе зеркалирования, на этапе передачи в систему анализа. При этом, даже если мы знаем, что у нас коммутатор нагружен не сильно, что трафика по нему ходит немного, трафик ходит неравномерно, в сети в любом случае постоянно идут всплески, и те же самые потери происходят при всплесках трафика. Следующая проблема, которая возникает, о том, что когда у нас спан-порт перегружается и начинает терять трафик, трафик начинает теряться не только на спан-порту, трафик начинает теряться и в основной сети, в основной инфраструктуре. Соответственно, нарушается работа основных приложений, базовых функций работы сети. Количество спан-портов ограничено, и это вызывает не только невозможность передать весь трафик, но и сложности с подключением требуемого количества систем. Это как и систему уже требуется, несколько систем информационной безопасности, требуется система мониторинга для IT-подразделений. И, собственно, спан-порты не предлагают практически никаких возможностей по оптимизации трафика. То есть все, что они могут, это передать полную копию с потерями, но, собственно, без возможности выборки для дальнейшего мониторинга. Спан-порты были придуманы давно и предназначались они для того, чтобы сделать какой-то трабл-шутинг небольшой, возможно, обеспечить где-то на границе сети информационную безопасность. Ну и это вспомогательная функция коммутатора, не основная, просто то, что идет, что называется, в подарок. С момента, когда они изобрелись, требования к зеркалируемому трафику стали совершенно другим. Теперь это уже необходимость включить одновременно множество систем различных как для мониторинга сети, мониторинга его состояния, так и информационной безопасности. Появилась необходимость мониторить весь внутрисетевой трафик для того, чтобы выявлять угрозы, которые попали не через периметр сетевой, а возникли изнутри, либо проникли через туннели. Количество трафика, которое необходимо мониторить, многократно вырос. Возникла необходимость уже снижать нагрузку на средства информационной безопасности. Необходимо проводить какую-то предобработку перед подачей на них трафика. Ну и, собственно, теперь это уже не какая-то вспомогательная функция, которая может быть, может нет. Трафик для систем анализа – это основа их работы, основа их правильного функционирования. Соответственно, для того, когда возникает необходимость, возникают инструменты для того, чтобы эту необходимость закрыть. Полноценный современный способ подключения съема трафика с инфраструктуры для анализа – это оптические ответвители и брокер сетевых пакетов. Собственно, какие проблемы это решает? Трафик уже у нас с инфраструктуры может сниматься полностью, без потерь. Системы анализа получаются логически и на самом деле физически отрезаны с точки зрения однонаправленности связи от основной инфраструктуры и никак уже не влияют на нее. Зеркало трафика уже не ограничено и может их передаваться требуемое количество как для нескольких систем подразделений IT, так и для нескольких систем подразделений ИБ одновременно. Упрощается существенно масштабируемость решений, упрощается возможность пилотирования новых решений. То есть мы, когда весь трафик собрали уже в одной точке, мы его можем зеркалировать, распределять, подключать новые системы, как абсолютно новые, так и масштабировать имеющиеся решения. Ну и за счет дополнительного функционала увеличивается существенно возможность по оптимизации трафика, по снижению нагрузки на систему непосредственно уже анализа информационной безопасности. Что предлагаем мы? У нас в линейке есть брокеры сетевых пакетов с интерфейсами, поддерживающими до 40 гигабит и с интерфейсами, поддерживающими до 100 гигабит. Интерфейс 1 гигабит, 10 гигабит поддерживают обе модели. И вариант для включения на копию трафика и вариант со встроенным байпасом для установки на периметр сети с возможностью, соответственно, контроля целостности системы мониторинга и выключения ее из обработки для сохранения целостности инфраструктуры в случае выхода из строя системы мониторинга. Также, собственно, линейка ответвителей трафика. Все оборудование включено в реестр российской продукции. Мы самостоятельно это все разработали. Ну и подробнее, собственно, какие функции представляет оборудование, что оно дает. Базовыми функциями является агрегация трафика. Когда мы его собрали с большого количества точек, оно агрегируется, дальше балансируется на несколько систем однотипных. Проводится его предварительная фильтрация по IP-адресам, по MAC-адресам, по VLAN, ну, собственно, по любым полям до L4 и зеркалирование трафика на требуемое количество получателей, требуемое количество систем уже мониторинга. Также есть дополнительные функции, которые как раз-таки уже позволяют существенно снизить нагрузку на систему мониторинга. Это дедупликация трафика, особенно актуальна для съема внутри инфраструктуры. У нас трафик часто проходит через несколько точек съема одновременно. В результате получается, что на систему мониторинга может попасть несколько копий одних и тех же пакетов. Это и дополнительная нагрузка на систему мониторинга с точки зрения объема трафика, и дополнительная нагрузка с точки зрения логики необходимости обрабатывать, понимать о том, что эта копия возникла в связи с особенностями съема. Брокер сетевых пакетов позволяет, соответственно, передать на мониторинг дальнейшую только одну копию, все остальные копии отбросить, удалить. Возможность модификации трафика с точки зрения детуннелирования, то есть это как удаление стандартных туннелей и снижение нагрузки на систему мониторинга, так и возможность удалить какие-то проприоритарные метки оборудования, с которой могут, в принципе, не восприниматься системой анализа, и этот трафик может, соответственно, ускользать от анализа, потому что не будет восприниматься как валидный. Возможность генерации потока S-Flow статистической информации, циркулирующей через брокер для тех же систем CEM. Возможность туннелирования трафика для передачи на какие-то удаленные площадки. То есть если у нас несколько офисов, мы систему мониторинга можем расположить только в одном из офисов. С удаленной площадки трафик, собственно, собирает, осуществляя его предфильтрацию и уже передачу в основной центр для анализа. Также, собственно, дополнительные функции, как защита от всплесков. Как я говорил, собственно, трафик в сети передается неравномерно. И вот, собственно, то, с чем мы сталкивались, собирая трафик с 16-10 гигабитных портов, при том, что суммарный трафик с них не превышал 3 гигабита средний, всплески, собственно, они могут доходить до тех самых 80 гигабит. И у нас установлен буфер 8 гигабайтный, который помогает эти всплески сгладить и передать уже на один выход агрегированный трафик без потерь. И, собственно, возможность балансировки и фильтрации по вложенным заголовкам туннелированного трафика. Подробнее, собственно, вот как работает дедупликация пакетов, отслеживается первая копия пакетов, устанавливается, соответственно, время тайм-аут, в котором считается… все последующие такие же пакеты считаются дублями и удаляются. Есть возможность игнорировать поля VLAN-ов, MAC-ов. То есть если у нас, допустим, точки съема находятся с разных точек коммутатора или маршрутизатора, соответственно, ряд полей у них меняются, мы можем настроить, считать их как одинаковые или как различные пакеты. Модификация данных, модификация сессий. Собственно, помимо озвученной дедупликации, помимо озвученного варианта детуннелирования, то есть удаления туннельных заголовков, есть возможность удаления поля данных. То есть если у нас система требует анализа исключительно заголовков, то мы можем все, что после 128 байта удалить, соответственно, снизив нагрузку, снизив использование полосы с системой мониторинга. И есть возможность еще модификации непосредственно сессий. Например, для шифрованного трафика мы можем установить передачу на выход 15, 20, 30 первых пакетов сессии. Все последующие пакеты будут удаляться. Это позволяет многократно на порядке снизить нагрузку на мониторинг. То есть если шифрованный трафик впоследствии все равно не может быть проанализирован, то нет смысла его в систему анализа и направлять. Фильтрация по вложенным заголовкам. Это проблема, которая еще в 2011 году стала понятной, даже выпустили отдельные RFC. То, что привычка фильтровать по IP-шникам с приходом туннелей вызывает отдельную дыру, отдельную возможность. То, что целевой трафик, будучи упакованным в туннель, будет проходить мимо файрволов, мимо экранов. Собственно, брокер сетевых пакетов позволяет осуществлять фильтрацию не только по внешним заголовкам, но и по вложенным. Вот пример непосредственно варианта мониторинга трафика в двух COD, где у нас системы анализа установлены только в одном. На удаленном COD трафик собирается, осуществляет его предфильтрация и передача на центральный узел. При этом на центральном узле мы можем подключить несколько систем мониторинга, несколько систем безопасности, отбалансировать трафик между однотипными системами, если трафик у нас получается больше, чем производительность непосредственно отдельной системы. Вариант подключения активных средств безопасности в разрыв. Как раз таки помимо байпаса, контроля состояния средств информационной безопасности, то есть что мы делаем? Мы посылаем в них служебные пакеты. Если видим, что эти служебные пакеты перестают возвращаться, мы понимаем о том, что средство мониторинга вышло из строя, мы выключаем его из цепочки, отправляем оповещение SNMP-трапам о выходе из строя, то есть сохраняем целостность инфраструктуры при этом, что можно переключить просто на резервное средство. Тут же есть возможность осуществить отвод трафика для пассивных средств мониторинга, которые не вмешиваются в трафик, при этом они получат свою копию для работы без каких-то дополнительных, использования дополнительных средств. Что дает использование брокеров сетевых пакетов? Тап ответвителей. Оно обеспечивает гарантию передачи полной копии трафика при отсутствии влияния на основную, на базовую инфраструктуру. Аппаратная обработка трафика в брокерах сетевых пакетов обеспечивает, собственно, отсутствие потери, отсутствие снижения производительности. И использование брокеров позволяет в случае с активным подключением строить отказоустойчивые кластеры с балансировкой трафика между различными системами и с повышением надежности одновременно. Удобство, которое позволяет брокер, дает брокер сетевых пакетов, это управление всем трафиком из одной точки, возможность направления на разные системы мониторинга и системы информационной безопасности. То есть вот эту проблему спора за трафик между IT и EB брокер сетевых пакетов снимают. И, собственно, простота пилотирования, простота интеграции новых средств, новых решений тоже у нас уже один раз, когда мы только устанавливаем брокер, устанавливаем ответвители, требуется вмешательство в инфраструктуру. После этого уже мы можем новые решения устанавливать без приостановки работы основных средств, основных решений. И выгода, собственно, снижение требуемой производительности средств мониторинга, средств информационной безопасности за счет предварительной фильтрации, дедупликации трафика и либо, собственно, детоннелирования его модификации. Продление срока использования имеющихся средств, как за счет, собственно, опять-таки снижения нагрузки на них, так и за счет того, что нам необходимо, нам отсутствует необходимость выбрасывать предыдущие средства. Мы, собственно, можем докупить еще одно и разбалансировать между ними наш выросший, возросший объем трафика. Ну, собственно, снижение количества требуемых средств мониторинга, как раз-таки для варианта, когда у нас как такового трафика немного, но большое количество точек подключения, трафик можно агрегировать и обрабатывать одним средством мониторинга. Собственно, отличие наших именно брокеров, сетевых пакетов от зарубежных аналогов, это то, что у нас вся обработка, все дополнительные функции реализуются аппаратно, соответственно, без снижения производительности, независимо от того, какой именно функционал используется и насколько полно. Поддержка функции дедупликации, модификации пакетов и сессий, генерации NetFlow в одноюнитовом решении, в компактном, обеспечение работы с туннелированным трафиком как на уровне фильтрации, так и на уровне балансировки, модификации, туннелирования, дотуннелирования. Ну и, собственно, полностью российское происхождение в соответствии с всем требованиям, возможность адаптации функционала под конкретные нужды заказчика. Русскоязычная поддержка. Ну и, собственно, помимо брокеров сетевых пакетов также мы занимаемся разработкой доверенного оборудования. Это твердотельный накопитель информации, коммутатор третьего уровня. Это, собственно, во всех этих изделиях, как и в брокерах сетевых пакетах, весь тракт обработки данных, все тракты управления полностью разработаны нами самостоятельно. Мы понимаем, что там происходит и применяем все необходимые средства контроля целостности и надежности работы. Спасибо. Буду рад ответить на вопросы. Спасибо, Сергей. У нас есть один вопрос из чата. По каким признакам в пакете осуществляется дедубликация? По каким признакам в пакете? Да. Собственно, основное – это для TCP, TCP seconds. Дальше, что касается маков, IP-шников, VLAN-ов, это опциональные поля, которые можно учитывать, можно не учитывать. Это выбирает уже администратор, исходя из именно точек подключения и то, что он хочет смотреть. Вы какие-то рекомендации даете? Или это предустановлено, проще говоря, или все-таки полностью настройку на месте? Предустановлено идет то, что все поля учитываются. Дальше необходимо именно смотреть по схеме. Если у нас с двух сторон точек подключения, допустим, идет тегирование VLAN-ом, тогда VLAN-тег лучше игнорировать. Если у нас две точки подключения идут с двух сторон от маршрутизатора, соответственно, мы тогда убираем MAC-адреса. Ну, логично. Окей. Спасибо. И, наверное, короткий вопрос от меня. Может быть, он есть у кого-то в зале. Альтернативой каких западных решений вы являетесь? Может быть, российских? Собственно, западные решения – это Gigamon, X, которая нынче стала, K-Site. Российских решений аналогичных нет. Смотрите, в процессе доклада вы осветили, что один из способов захвата трафика для какого-то дальнейшего его анализа является спан-порты, что очевидно. Но есть еще один способ. Это протокол NetFlow. То есть это вот эти инструменты, когда на сетевом оборудовании есть специальный протокол, который в какую-то единую точку собирает телеметрию трафика. И это не весь, не спан. То есть это не такая большая нагрузка. И даже если мы посмотрели вашу презентацию, мы сейчас придем куда-то к другим заказчикам и скажем, ребят, вот есть отличный брокер, все, они скажут, да нет, у нас там у сетевиков есть Python, они там на нашем сетевом оборудовании все настроят. Можно ли таким заказчикам все равно продать ваше решение и какой-то вот в этом кейсе все равно закрыть вот этот кейс вашим продакторам? Да, спасибо за вопрос. NetFlow – это не совсем то. Он собирает именно телеметрию. И когда нам необходимо подать трафик, например, на NTA, то NTA требует всего трафика. То есть они анализируют содержимое пакетов, которого нету в NetFlow. И как раз таки вот у нас то, что мы параллельно еще передаем SFlow, это фактически аналог NetFlow, только с сэмплата, то есть не по всему потоку трафика, а с выбранным коэффициентом сэмплирования. За счет полноты? За счет полноты как раз таки тогда, когда это необходимо для работы NTA, IDS, IPS, DLP, то есть когда системам анализа впоследствии необходимо анализировать содержимое пакетов, содержимое передаваемого трафика. NetFlow это не закрывает, требуется передача полной копии. Тут варианты либо спам-порты с рисками потерь, ну фактически даже не с рисками, а с гарантией потерь, либо ответвители трафика и брокеры сетевых пакетов. Если точек мало, то на самом деле можно без брокера, а только непосредственно с ответвителя трафика собирать и передавать непосредственно на анализ. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сергей. Я Александр Подурин, просто технический пресейл компании Security Vision. Расскажем мы сегодня, во-первых, про предпосылки к внедрению системы автоматизации в Security Passion Центре коллег из Ангары. Расскажем, какие требования они сформировали к вендору, перед внедрением системы автоматизации. Расскажем про полученные результаты, ну и, конечно же, про дальнейшие планы развития. Так точно. И чтобы логически как-то подвести, как мы дошли до жизни такой, наверное, нужно начать с довольно длинного пути, который долго нам казался недолгим, а сегодня я вдруг осознал, что это уже 4 года. Мы начинали в 2017 году развитие с коммерческого СИЭМа, это уже небольшой секрет. Потом длительное время, чтобы экономить на лицензионные квоты, которые мы вынуждены были платить вендору и аллоцировать на заказчиков. Мы использовали опенсорсные тулзы для того, чтобы делать фильтрацию, агрегацию. Впоследствии начали предкоррелировать что-то и пришли к тому, что отказались от коммерческого решения, начали переписывать под себя те инструменты, которые были доступны в опенсорс комьюнити. Потом была история с интеграциями, с нашими уважаемыми регуляторами, которые в большом количестве сегодня здесь, кстати, представлены. Выход с собственной платформы, отчуждение витка разработки. Сейчас это уже даже отдельный коробочный продукт, та система, на которой мы оказываем услуги. В дополнение к этому, несмотря на идеи различной степени тяжести, в прошлом году мы внутри компании пережили большое объединение. Мы смогли объединить еще и под моим руководством, не знаю, сколько это хорошо или плохо покажет время, направление интеграции по security operations и сервисы. То есть у нас в рамках одного функционального подразделения на всех проектах работают и инженеры, которые выросли из интеграторов, и аналитики, которые росли из сервисов. Тем самым мы себе позволили и единую базу знаний, которая до определенного момента жила в конфлюенсе, об этом мы еще поговорим. Ну и различный просто контент, отчеты, дашборды и весь опыт. Помимо этого, вдобавок еще сверху, мы оказываем услуги по аналитическому сопровождению нашего MSSP направления. Вот. Там тоже отдельные источники системы и так далее. Есть своя система, есть куча open-source, который в нее перерос, часть мы отстрелили, плюс появились задачи подключать сторонние CM на мониторинг SOC с соблюдением, естественно, того же самого SLA, что вызывает огромнейшие проблемы в нормализации, переписывании контента, отчетов, дашбордов. И все это требовало оркестрации и какого-то здравого инструмента, который мы не будем писать сами. Хотя у нас был опыт, и я в конце объясню, почему мы решили этого не делать. Соответственно, мы оказались на уникальной для интегратора позиции. Мы стали заказчиком, в том числе я. И мне дали возможность написать ТЗ. И я выложил в это ТЗ просто все пять лет мучения работы инженером в интеграторе. Требования перечитывать не буду, они для подобного класса систем достаточно стандартные, только с учетом коммерческого сока там будет огромное количество нюансов. Но здесь про них, я уверен, лучше расскажет вендор, потому что я просто отрывался на документе. Ну да, ну да. Значит, действительно коллеги к нам пришли с таким плотным документом. Весело, нет смысла пересказывать, но есть какие-то ключевые моменты. Поскольку это в первую очередь система автоматизации процессов информационной безопасности, то основным требованием было перенести текущие процессы, плейбуки, сценарий регионные инциденты в систему автоматизации. Второй момент – это учесть особенности взаимодействия с заказчиком. То есть чтобы для заказчика в целом процесс перехода был максимально прозрачный, как минимум это с точки зрения шаблонов. Шаблоны текущие сохранились, писем, которые к ним отправляются. Далее было прям такое большое требование реализовать быстро формирование квартальной на момент формирования ТЗ отчетности в сторону заказчиков. Там были свои нюансы. Кстати, на момент оценки трудозатрата, наверное, был самый такой трудоемкий пункт. Да, причем это было делать за четыре рабочих дня, и это было жестко прописано в ТЗ. Сразу по всем. Дальше. Коллеги хотели реализовать личные кабинеты для заказчиков, чтобы была информация по инцидентам, по отчетности, по метрикам и так далее. Отдельный выделил поддержку интеграции CM от коллег из Ангары. Вроде бы в целом такой понятный пункт, но на момент внедрения в нашем продукте были коннекторы к большинству популярных CM, но конкретно в проектах мы до этого не сталкивались с Adiatix. И это была задача наших инженеров написать дополнительный коннектор для данного CM. Ну и, естественно, учесть возможности расширения, поскольку установка нужна есть по частям. Сначала ножку. Вот ножку мы как съели сейчас расскажет Тимуров. Да. И важный нюанс. А, господи, самое важное все это за два с половиной месяца. Но как бы не испугались, хлопнули по рукам и поехали внедрять. Это мой любимый предпоследний раздел сроки и документы, которые надо задавать. Любимый, когда я заказчик. Вот, да. Мы действительно поставили их в условии в два с половиной месяца. Это было связано с рядом нюансов в нашей коммерческой деятельности. И с учетом всего, что мы перечислили, я считаю, что один из основных результатов внедрения, то, что он вообще внедрено. Внедрено за два с половиной месяца в полном объеме, без всяких шуток. Это мы сейчас можем шутить, слава богу, потому что до этого мы не могли так свободно общаться ни на какую из перечисленных тем, потому что, ну, по моей пройденной система внедрена. Реализованы все требования, которые были в ТЗ. Я тоже опять не хочу их перечислять. Вы все прекрасно понимаете, зачем эта система нужна. Как заказчик или как коммерческий сок, там нюансы просто в деталях определенных процессов. Но самое важное для нас было получить не только реализованные требования ТЗ, но и типовые инструменты для наших самостоятельных дальнейших упражнений с этой системой. Потому что вот как раз таки история, что мы сами писали себе СИЕ, мы другие сервисы, сами писали Репортери, у нас есть свой корреляционный движок, он в Роспатенте есть, и так далее. Нас привело к тому, что мы в определенный момент подумали, ага, АРП, ну подумаешь, мы сейчас сами напишем. И мы попробовали известные опенсорсные решения, но быстро обожглись, потому что на уровне оркестрации и автоматизации, если я буду тратить ресурсы своих девопсов, которых у меня и так немного, потому что их нужно обосновать коммерческому соку, мы решили, что мы это просто не потянем. И коллеги как раз умудрились предоставить нам еще и помимо внедрения те самые инструменты для самостоятельной работы. Насостоятельно можно было писать свой контент, это и коннекторы, и карточки, рабочие процессы и так далее, в том числе и там тоже самая отчетность. Да, и вот собственно, просто на самом деле настолько недавно произошло и завершилось все, я хочу поделиться с вами историей из одного моего дня. Я полез в консоль, чтобы посмотреть, что у нас там с реализацией жизненного цикла, обработки инцидентов, и начал сверху вниз читать. Там ага, агрегация, фильтрация, супер, понятно, мы во всем разбираемся, а потом я понял, что все это в процессе за два с половиной месяца переросло в подобную схему, и это лишь один из вариантов возможного развития жизненного цикла инцидента. И понятно, что своими силами за два с половиной месяца, да не побоюсь сказать, может быть и года, мы бы не дошли до такого уровня разработки. Помимо этого, коллеги еще умудрились, понятно, они допилили личный кабинет, это вроде было в ТСЗ, но не так. Было, было, было. Ладно, было в ТСЗ, мы тоже его хотели, но они пошли навстречу и еще сделали нам ежедневную отчетность. Это такая интересная вещь. Здесь некоторые из вас, наверное, даже ее видели, я сегодня ее пытался показать у нас там на стенде. Это как квартальная отчетность, но только это срез событий, которые не попали под нашу детектирующую логику. Наши аналитики считают ее важной, а иногда даже интересной подсветить. Может быть даже чаще не для функционального заказчика, который и бэшник, а для айтишника. Ну там в основном ошибки в репликации или что-то такое, какие-то копии НТД с деталей и прочее, прочее. Понятно, что за два с половиной месяца невозможно бы реализовать все, что у нас есть, как это модно, в дорожной карте или в рудмапе, на самом деле в плане. Впереди большой этап по автоматизации сценариев реагирования. Важно понять, что на сегодняшний день мы управились только с первичной обработкой, обогащением, агрегацией, фильтрацией и так далее, сбором дополнительной информации. Почему мы сразу не взялись за сценарий реагирования? Здесь большой юридический фактор, я уверен, многие из вас прекрасно понимают, что доверить партнеру что-то автоматом блочить, отключать или откатывать, это та еще история. А даюр, она еще и требует больших правок в SLA, которые нужно согласовать не только на уровне технореи, функциональных заказчиков, но нужно еще, у юристов тоже есть работа, они очень любят ее работать и они очень любят смотреть наши SLA. Это большой пласт работ, поэтому мы вынесли на второй этап дальнейшего развития. Ну и плюс, вот та самая задача, которая была озвучена в начале, это подключить сторонние CM к нам на мониторинг с переписыванием контентов и прочего-прочего, которые тоже не стоят на месте и будут требовать постоянной адаптации тех коннекторов, которые мы сможем разработать. Безусловно. Ну и такой максимально дискуссионный вопрос, который до сих пор прорабатывается, много спорим, это SaaS SGRC, то есть SGRC как услуга. Тут на самом деле в чем основной момент? Дело в том, что все SGRC модули не так или иначе опираются на активы. Построить в облаке модель активов полноценную, это, скажем так, нетривиальная задача. Но тем не менее, есть понимание, что какие-то модули могут быть уже предоставлены как услуга. Например, риски. Если у заказчика нет сложных требований к методологии оценки рисков, то можно создать какой-то объект в системе условной, назначить его ценность и провести его полностью по процедуре оценки рисков, формирования мир и так далее. Подобное может быть сделано еще по модуле, который касается соответствия МКИ, 177 МФЗ. Там немножко нужно будет замочиться с активами, как минимум информационной системой либо в виде эксельного файля выгрузить, либо также ручками создать. На самом деле тоже обсуждаемо. Ну и другие модули. В принципе, все возможно. Вопрос максимально дискуссионный. Если есть пожелание попробовать SGRC-шные модули в качестве услуги, не хочешь заморачиваться со своей платформой, то мы готовы обсуждать. Вот. Всем спасибо, что дожили до последнего доклада во второй день. Все. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое. Хорошего вечера. Вы наверняка до того, как подписать на этот проект Security Vision. Провели мониторинг того, что есть на рынке. Вот что склонило чашу весов в сторону Security Vision? Если это функционал, то какой для вас был наиболее важным? Если это коммерческое предложение, приемлемое, тоже понятная история. Может быть еще какие-то причины? Да. Я как представитель в том числе интегратора и настоящий партнер, естественно, всех оцениваю одинаково. Но нюанс в том, что у нас есть наработанный опыт интеграции. И ангара вообще изначально создавалась как интегратор. И были разные проекты, в том числе крупные, по внедрению различных ARP или SAR. Я, кстати, до сих пор не понимаю, есть высеченная в камне разница между ARP и SAR или это маркетинг? Ладно, я сейчас уйду далеко. Был опыт, в том числе внедрение зарубежных. Почему остановились в первую очередь, давайте сужать скоб постепенно, на отечественных? Они изначально, по моему субъективному мнению, я вполне могу быть неправ, это часто бывает, они изначально разрабатывались как из GRC. А нам как соку это было крайне важно, если мы смотрим на дальнейшее развитие. Не обязательно облачное, хотя мне оно больше всего импонирует. И из-за этого выбор остановился на совсем небольшом количестве представителей данного рынка и данных продуктов. Дальше была классическая анкета. Мы как интегратор очень любим делать сравнения по запросам наших заказчиков, поэтому они были практически готовы. Но мы прошлись повторно, были пилоты, а дальше все решило, ну, итоговое, не техническое сравнение превалировало. То есть превалировали, видимо, какие-то взгляды в будущее, в дальнейшее. Но это я вот так публично не готов обсуждать, а в кулуарах с удовольствием. Как мне кажется, вот основная специфика российского рынка, когда-то ARP, а теперь СУА решение, это все-таки CMDB-шная часть, на основе которой потом с GRC. Окей, и насколько я понимаю, сейчас у вас вот в тех моделях, которые вы показывали, вы ее оставили в стороне на будущее. То есть вы реализовали жизненный цикл инцидента, но без полноценной информации с CMDB об активах, вот вы не считаете, что что-то потеряли? Я понимаю, что вы отдали это на откуп заказчикам, вот, ребят, вам инцидент, вот сами что-нибудь найдите. Или это есть тоже… Отличный вброс от наших партнеров по направлению security operations. Нет, я шучу, это отличный вопрос. Мы не потеряли, спасибо большое, что подметил, я, скорее всего, упустил это в докладе. Мы использовали ITOP изначально, как один из опенсорсных CMDB, но потому что у нас превалирует отвага и возможность самостоятельно что-либо писать, мы сделали определенный форк, по-моему, еще в 2018 году, и все остальное наши девопсы допилили и перепилили под нас. То есть на сегодняшний день в приоритизации всех задач, которые мы должны решать как коммерческий сок, а у нас нет большого брата или нет какой-то родительской компании, мы вынуждены выбирать, куда мы будем инвестировать те средства, которые мы сами заработали. И в этот момент нам было приоритетнее остаться на той CMDB, которая есть. Хотя вот мы сегодня рассказывали про гибридный сок с альфой, у нас там две CMDB, они синхронизируются. Но именно в рамках данного проекта, да, было оставлено в приоритете позднее. То есть вы на своей стороне ведете CMDB за всех своих заказчиков? Да, конечно. Окей, спасибо. Тебе спасибо за вопрос. Спасибо. Так, ну могу задать короткий вопрос относительно того, кто сейчас это поддерживает и развивать собирается, то есть будет ли у вас второй какой-то этап и будете ли вы развивать внутреннюю компетенцию сами развивать это решение, либо там какому-то там 50 на 50, 80 на 20, дальше опираться на внешнюю экспертизу по данному решению, чтобы развивать. Ну мы сейчас 50 на 50, наверное, я думаю, и ответим. Это как раз один из нюансов, которые я вначале озвучил, что нам позволили объединить под единым началом интеграцию сервисы. У меня есть ребята, которые имеют опыт внедрения подобных систем, включая данного производителя, они будут совместно, я надеюсь, с вендором заниматься развитием этого направления. То есть какие-то типовые задачи, которые не требуют подключения L3, мы будем решать самостоятельно. Но все, что связано с больших крупных стратегических инициатив, я думаю, Саша сам. Ну безусловно, да, какие-то вещи по разработкам берем на себя, но написание контента будем стараться не регировать на коллег из НГР. И еще один вопрос. Изменилось ли что-то для заказчика, для клиента вашего сервиса? Что-то изменилось, я имею в виду не с точки зрения того, что там быстрее и очень сильнее, а непосредственно увидел ли он по каким-то скажем так нюансам, да, того, как сервис предоставляется, что там где-то вот какая-то автоматизация, либо это чисто внутренняя история, и собственно заказчик как получал сервис, так и получает. На сегодняшний день это чисто внутренняя история. Заказчик продолжает получать тот же самый сервис, причем еще не все, ввиду того, что нам повезло за свою историю накопить немалое количество заказчиков, еще не все получили доступ. Просто один из них еще здесь сидит, я не могу при нем сказать, что у всех есть доступ. Они получат новые дашборды, красивые консоли, но сам смысл проекта был повысить стадии зрелости внутренних процессов сока в первую очередь. Все, что они получат, это безотказность при обработке инцидентов, потому что те самые плейбуки, которые я упоминал в конфлюенте, они сейчас заведены в виде определенного набора действий кнопок, которые аналитику не позволят изменить текущий статус инцидента, если он не выполнит все типовые операции. Спасибо вам всем, что сегодня до конца были с нами. Алексей. Спасибо большое, мне кажется, секция удалась. Довольно много для последнего доклада, последнего дня конференции. Спасибо за то, что были с нами до конца.